Приветствую любителей Москвы! Вы смотрите передачу «Промышленность в Подмосковье», которая выходит каждую пятницу. Ну и сегодня о промышленности города Яхрома и буквально паре предприятий Дмитровского района. Ну, здесь ситуация, конечно, совсем не такая хорошая и, так сказать, в промышленном отношении, конечно, имею в виду в Яхроме, как в Дмитрове. Вот, ну, где все-таки работает, как мы увидели в прошлый раз, около двух десятков промышленных предприятий, причем таких довольно больших, как правило, крепких в целом. Ну, в разной степени, но, в общем, достаточно неплохо работает. В Яхроме, в общем-то, работает по большому счету 4-5 предприятий всего промышленных, вот, и предприятия-то не очень большие, вот. Ну, а в Дмитровском районе, пожалуй, можно отметить, ну, разве что пару предприятий, более-менее таких вот, которые заслуживают какого-то упоминания, да. Ну, связано это, во-первых, конечно, с масштабом. Все-таки Дмитров, он, в общем-то, с давних пор был, в общем-то, промышленным городом в целом, да. Вот, и там всегда была в советское время, по крайней мере, разная промышленность, еще и революция она, в общем-то, возникла. Вот, ну, а Яхромы, конечно, значительно уступают по размерам Дмитрову, вот, далеко не такой большой город. Ну, и в советское время, кажется, здесь тоже далеко не так, естественно, была разная промышленность. Ну, и, кроме того, вообще Дмитровский район, в принципе, север Подмосковья, это, в общем-то, не промышленный район, это сельскохозяйственный район. Он всегда был таким, и промышленность здесь, в принципе, вот по северу Московской области, она, в общем-то, не была такой, скажем так, развита. Все-таки, главный район – это Восток Подмосковья, конечно, там промышленность, ну, и в значительной степени юг Московской области. Хотя на юге, конечно, значительно меньше, главное все-таки восток. Вот там, да, электроуголь, электросталь, вот Ногинский район, Орехвозуйский, да, это да, это Валлопосадский район, это действительно вот такие центры промышленности еще с давних пор. Ну, а по северу как-то все-таки промышленности, в общем-то, особо не было. Что касается города Яхрама, то здесь, в принципе, в советское время было, ну, скажем так, два главных предприятия, ну, можно сказать, таких городообразующих. Первое предприятие, оно вообще еще до революционных времен, это, можно сказать, такое древнейшее предприятие города Яхрама, и самое большое предприятие, которое было здесь еще до революции, возникло аж в 1850 году, то есть, получается, уже чуть не 200 лет бы ему исполнилось, если бы оно работало. Вот, и большое оно занимало территорию, и в советское время успешно работало, это Яхрамская предельно-ткацкая фабрика. Вот она, собственно, находилась в самом, фактически, центре города, да, вот здесь вот большую территорию занимала, вот эта территория, это вся была вот территория рядом с парком имени Лямина, вот здесь вот находилась, большую территорию занимала вот эта вот Яхрамская предельно-ткацкая фабрика. возникла она еще при купце Шиханове, ну, а затем долгое время ей владел купец Лямин. Ну, и, собственно, именно поэтому парк называется имени Лямина. Вот. Ну, это предприятие успешно работало и в советское время, естественно. Да, тогда она еще была как Покровская мануфактура, ну, а потом уже в советское время Яхровская предельно-ткацкая фабрика. Ну, и понятное дело, что в 90-е годы ее сильно подкосило, и, в общем-то, как-то она пыталась, конечно, барахтаться, что-то производить, но надолго не хватило, и, в общем-то, достаточно быстро стал сдавать территорию в аренду, и, в общем-то, сейчас она уже давно не работает. Там пыталась, скажем так, работать в одном из больших территорий Яхровская бумажная фабрика, вот здесь вот она работала в этом здании большом, ну, в одном из зданий бывшей Яхровской предельно-ткацкой фабрики, но тоже надолго, в общем-то, не так давно, надолго не хватило, и не так давно она всякую тару производила, не столько бумагу, сколько такую картонную тару, упаковку. Ну, в 2019 году она обанкротилась, и в итоге, в общем-то, ее сейчас нет. Но, скажем так, не все уж так прям совсем плохо-плохо, в принципе, есть арендаторы, в общем-то, здания этой бывшей предельно-ткацкой фабрики не пустуют, и в одном из зданий, вот, скажем так, ну, или там в нескольких зданиях, вот здесь, если быть конкретнее, да, вот эти вот здания занимает компания, которая называется Альянс Композит. Вот эта вот территория, здесь, я так понимаю, не написано, да, ну, не написано, не написано, вот. Ну, тут много чего есть, тут и торговые центры всякие, и склады, там, автосервисы, автосервисы на территории, я имею в виду бывшей фабрики, это все вот территории бывшей фабрики, вот эти все, вот эта вся территория. Ну, вот эту часть занимает компания, вот эту вот территорию, занимает компания Альянс Композит, которая занимается выпуском полимеров. Ну, то есть, это полиамид, полипропилен, вот, и всякие другие вот полимерные материалы, и, в общем-то, которые применяются потом в разных областях промышленности, в разных конструкциях и так далее. Вот, это предприятие, в общем-то, оно, конечно, ясное дело, далеко не такое крупное, как Яхромская определенная ткацкая фабрика, но все-таки она работает. Еще, кроме того, помимо вот этой ткацкой фабрики, был еще в Яхроме Яхромский автобусный завод, знаменитое предприятие, автобусный завод, который, ну, собственно, занимался он не производством автобусом, а ремонтом, потому что производили автобусы преимущественно ЛИАЗ, это Ликен-Одулевский, да, автобусный завод, знаменитый ЛИАЗ, ну, все, наверное, помнят в советское время, кто жил, желтый знаменитый ЛИАЗ. Ну, вот это вот предприятие, автобусный завод, а он занимался ремонтом, но он не только ремонтировал ЛИАЗы, но и, соответственно, и Карусы, ну, и другие всякие автобусы, да, то есть это было именно, он не назывался ремонтный завод, он назывался Яхромский автобусный завод, но, по сути дела, занимался ремонтом. Ну, сейчас этого завода нет, и, собственно говоря, вся его территория, по сути дела, там, в общем-то, находится в упадке. Ну, тоже там аренды и так далее, но, по сути, там уже ничего не производится, вот, так что вот здесь он туда находился, вот, в этой вот области, но теперь там уже он не работает. Значит, что помимо вот этого альянса композита, какие еще предприятия из работающих, можно сказать. Значит, здесь вот чуть повыше, вот, ну, значит, здесь, да, вот это вот бывшая территория пабрики, альянс композит работает, а вот здесь и повыше, это вот где улица Бусалова, вот это, вот эта территория, вот, вот это вот. Вот эта территория, примыкающая к речке Яхрома, вот здесь находится предприятие, которое называется Перспектива. Вот это предприятие, оно небольшое, но оно занимается выпуском разных, так сказать, деталей, материалов для железнодорожных путей, для железной дороги. То есть, это всякие прокладки, упоры, вставки, втулки, вот все, что касается вот где рельсы, да, там же рельсы же они не только состоят, скажем так, из стали и разных, так сказать, опор, да, но там же все это фиксируется как-то, да, прокладки делаются, разные детали, да, упоры, чтобы все, ну, чтобы рельсы, как говорится, держались, да, на чем-то и более, так сказать, амортизация была и так далее. И вот для этого делаются, там рельсы же они из, так сказать, многих деталей состоят, кажется, ну, подумаешь там, да, нет, ну, если присмотреться, то там, на самом деле, много всего, много всяких втулок, вставок. И вот это всю продукцию, ну, в том же деле, упускает вот это предприятие Перспектива. Я еще раз повторюсь, оно небольшое, но все-таки оно действующее и, понятно, заказы есть, поскольку, ну, и неподалеку проходит железная дорога, да и вообще железная дорога у нас все-таки развита в стране, поэтому понятно, что, естественно, она довольно быстро приходит в негодность, все эти шпалы, рельсы, их постоянно надо менять, и детали, и сами шпалы, и поэтому, в принципе, продукцию востребованы. Также, ну, уже пониже, вот рядом с этим, здесь вот, вот, видите, написано «хлебокомбинат». Вот это предприятие работающие, это Яхромский хлебокомбинат. Ну, давнее предприятие, работает еще с советских времен, ну, и подобно другим, вот, малым таким предприятиям, практически в каждом городе они возникли в советское время, какой ни возьми, там, и, так сказать, и Пушкина, да, и Балашиха, Одинцова, везде есть свои хлебокомбинаты, ну, или хлебозаводы. Ну, и это предприятие, оно тоже выпускает свежий хлеб, всякие булочные изделия, ну, и снабжает ими, естественно, преимущественно, собственно, местный город Яхром, и у жителей, вот, как-то широко, в общем-то, его продукция неизвестна, ну, где-то, может, в Митровском районе, наверное, распространяется. Так что предприятие вот тоже работает. Ну, и еще бы, еще есть предприятие, которое находится тоже, вот, немножко напротив завода, вот эту вот территорию занимает, прямо рядом с Митровским шоссе. Ну, это как предприятие? Это предприятие, которое называется фас-продукт, ну, или вот это, Food Empire Mac Coffee, вот так еще называется это предприятие. Оно занимается чем? Оно занимается фасовкой чая и кофе. Ну, чай и кофе, понятно, у нас не растут, но у нас, соответственно, они расфасовываются, упаковываются, да, то есть привозят их, понятно, с далеких южных стран или восточных, там, и Шри-Ланки, там, и прочее, в Вьетнам, там, да, какие, где там все это выращивается. Вот, ну, и, соответственно, потом или там Африка, или там Южная Америка, ну, и дальше все это, соответственно, у нас расфасовывается. Ну, в том числе вот здесь есть предприятие фас-продукт, где занимаются фасовкой чая и кофе. Ну, а потом, соответственно, естественно, это все поступает в магазины. С 2010 года, кстати, примерно работает это предприятие, вот, ну, и, кстати, «Перспектива» тоже не так давно работает, в общем-то, предприятие. Так что эти предприятия, они довольно молодые. Ну, еще есть одно предприятие, тоже довольно молодое, с 2005 года оно работает. Это уже по другую сторону, потому что Яхром находится по обе части канала имени Москвы, и здесь находится, и здесь тоже. Так вот, здесь, вот в этой части находится предприятие САИТЕКС. Тоже такое мудреное название. Вот здесь оно находится, вот видите, вот это вот. Вот, САИТЕКС. Вот оно, САИТЕКС. Вот, и предприятие, это, как видите, занимается выпуском теплоизоляционных материалов. Оно находится, кстати, на улице Кирпичный завод, который уже давно не работает, ну, видимо, здесь находился, но уже не работает. Вот, САИТЕКС, ну, и также вот Сталькон-Д, но Сталькон-Д это в основном торговый дом, это металлоконструкция, но это торговый дом. А это именно производство САИТЕКС занимается производством пеностекла. Это пеностекло, ну, соответственно, и другие всякие теплоизоляционные материалы. Вот работает это предприятие где-то чуть более 15 лет, ну, и вот, в принципе, оно довольно успешно работает. Кроме того, также оно занимается еще и извлечением редких металлов из разных промышленных отходов. Ну, скажем так, из торсырья, да, всякие отходы, и оно извлекает всякие редкоземельные материалы. Ну, в общем, вот такое предприятие. Ну, как видите, не густо, да, но все-таки нельзя сказать, что уж совсем ничего нет. Все-таки хоть что-то доработает. Конечно, все эти предприятия, они преимущественно маленькие, работает там не так много людей, там иногда чуть больше десятков всего, там несколько десятков, но все-таки, как говорится, ну, хоть что-то доработает. Ну, вот это все, что касается города Яхрама. Ну, еще относительно Дмитровского района, я бы отметил город Икша. Это сам началь Дмитровского района. Вот, здесь находится предприятие, которое выпускает изделия из пенопласта. Вот, видите, ну, Дмитровский район большой, и, соответственно, вот одно из мест, это город Икша. Ну, дальше, да, далеко спускаться. Так, вот. Вот так вот. Вот, здесь находится Икша, и вот здесь, соответственно, вот находится вот эта вот Икша. Ну, тоже на канале Москва она находится, и вот она, Икша, да. Вот, и, соответственно, здесь вот находится предприятие, которое делает изделия из пенопласта. Раньше, раньше еще, кстати, здесь находился промышленный комбинат Министерства обороны, которого задел там бетонные, разные, так сказать, металлоконструкции, да, для нужд Минобороны, но он сейчас не работает. Ну, и еще отмечу деревню Кузяево. Ну, это, не знаю, даже тут есть. Вот она, деревня Кузяево. Вот, здесь находится предприятие, я не знаю, даже отмечено, но нет. Ну, тут логистический комплекс, но это не производство. А, собственно, здесь есть производство, которое занимается Ареал Канин. Я не знаю, тут это есть. Но что-то не отмечено здесь это производство. Вот эти... Так. Ну, склады тут, да, разные терминалы, но это все больше такие логистические комплексы, склады ско-логистические. Ну, есть вот предприятие, не знаю, почему не отмечено, которое занимается, в общем-то, выпуском, ну, производством и упаковкой корма для животных Роял Канин. Ну, все, наверное, знают этот вот, собственно, корм для животных, который продается, наверное, в принципе, в любом практически продуктовом магазине. Вот. И, естественно, пользуется большим спросом. Ну, и, соответственно, вот... А производится, выпускается он здесь вот, в том числе, я так понимаю, в деревне Кузяева. Ну, вот, этот вот, собственно говоря, здесь находится. Вот это производство и упаковка. Так что вот, какое-то тоже производство все-таки есть. Ну, вот, собственно, и все, что можно отметить. Да, в общем-то, совсем немного, да, относительно Дмитровского района. Но, слушай, как говорится, чем богат район, тем и рад. То есть, пока ситуация вот такая. То есть, в принципе, немного, но все-таки что-то есть. Главное, конечно, это город Дмитров. Там, да, все-таки еще промышленность действительно работает. Довольно много предприятий и успешно все это, в общем-то, в целом так вот все идет. Ну, а что касается всего остального, то здесь, конечно, уже крохи. Небольшие такие вот островочки. Но все-таки чуть-чуть немножко промышленность теплится. Хотя, конечно, район очень большой. Но, еще раз повторю, он в большей степени все-таки аграрный. Ну, по крайней мере, раньше был. Ну, сейчас немножко тоже есть. Конечно, далеко не так, как раньше. Потому что много врубается, много застраивается. Много строится коттеджных поселков. Особенно вот по берегу канала Москвы. Всякие там построены были за последнее время и разные, так сказать, спортивные парки, спортивные объекты. В том числе горнолыжные склоны. Ну, потому что тут большой перепад высот. Это Клин и Дмитровская гряда называется. И вот большая такая территория. И поэтому здесь вот идут, видите, Перемиловские высоты. Ну, короче, вот довольно такая холмистая местность. И она позволяет как раз здесь вот такие вот соревнования по горным лыжам проводить. Тренироваться, все такое. Вот. Так что, в общем-то, конечно, ситуация не очень хорошая с промышленностью. Но, все-таки, что-то более-менее теплится. Какая-то все-таки промышленность есть. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok